хоба привет с вами доктор влад но обещанный полуденный выпуск ну чё у нас тут новенького то вон газета ru и везде тут все расистые издания пишут что к офису зеленского пришли 10 тысяч протестующих против формулы штайнмайера ну завтра сегодня против формулы штанмайера завтра будут против теоремы пифагора формулы какая-то вот какая-то ерунда да господи там они потребовали этот участники акции они зажгли фаеры и колонны направились к офису украинского лидера там они потребовали чтобы президент не переступил красные линии во время урегулирования конфликта я говорю диаметрия сплошная организаторы акции назвали вечер предупредительным изначально на акцию пришли около трех тысяч человек а теперь уже что-то 10 тысяч ну ладно посмотрим евреистий сезон на черном море это самый благоприятный период для отдыха в зоне черноморского побережья почему его называют евреистием бла-бла-бла причем интересно температуры воды и температуры воздуха одинаковые по 25 градусов а почему называть евреистием потому что слово евреи употребляется как в прямом я читаю так и в переносном смысле обозначая прижимистого человека умеющего считать деньги начали не брей так ну ладно что тут еще есть сша назвали самые опасные российские бомбардировщики и самый опасный род войск знаете какой стройбат им даже оружие не выдают бомбардировщики ну да пес бы с ним володин володин считает допрос депутата юмашева и сша циничной провокации это опять саратов если что да он из саратова вячеслав володин так действия американских спецслужб задержали в аэропорту нью-йорка провели в отдельную комнату и забрали документы после этого человек представившийся сотрудникам фбр около часа задавал вопросы которые были охарактеризованы как неясные и неприемлемые чё же не спрашивают интересно о дела-то какие да путин перед днем рождения побывал сибирской тайге поймал медведя четырех щук и что тут вот еще это дмитрий песков все говорит надо же она на шамана там встречался где-нибудь в дупле точно вам говорю названа причина смерти актрисы марины куклина она играла в фильме я так сначала взбодрился думаю наверное знает фильм возвращение мухтара а возвращение мухтар не не видел точно не видел мухтар видел но это давно было она умерла слушать она умерла в 33 года страдала тяжелым онкологическим заболеванием ну надо же дела молодой совсем и вот еще опять сегодня смерти сплошные в возрасте 61 года умер вице спитер совета федерации евгений бушмин я его не знал вообще не помню кто такой 61 год рновата тоже после тяжелый продолжительный да это напишут друг заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрис слушайте у меня сегодня честное слово новости из морга вдруг открылся актриса антасия заворотнюк пожелавший сохранить авто анонимность а проверка сообщение о смерти актрисы она жива на этом все прям стихами знакомый артистки признался что его попросили не разглашать информацию о ее здоровье непонятно вот не разглашают главное позвонили к ней больницу однако в медучреждении заявили что такой пациентки у них нет что-то здесь не то ребята близкие косвенно подтверждают что женщина находится в больнице а как можно косвенно подтвердить под косвенно не знаю главу американской депмиссии в турции вызвали в мид из-за лайка чудом где-то лайк поставил и его вызвали а как же они узнали что он лайк поставила ну надо же странно тут объяснялка есть но ребят вообще будьте осторожны слушайте мне мне лайки ставьте это ничего не будет а вообще будьте осторожны в интернете интернет это уже сейчас жизни все контролируется сами понимаете но вот хотели бы про дебильство пророссийской очередной ура ру пожалуйста уральский миллиардер высыпал на зрители тысячи долларов почему в кавычках высыпал он действительно высыпал и тут видео есть да на зрителей форма синергия выспалась 10 тысяч долларов а в другом месте здесь же да на форуме синергии в санкт-петербурге на зрители посыпались 20 тысяч долларов дальше почитать будет 40 тысяч долларов да таким образом местная аудитория решил запомниться уральский миллиардер и блогер основатель корпорации техно никель техно никель нет техно николь игорь рыбаков во время сжигательного выступления рыбакова неожиданно для огромной аудитории и под громкую музыку с потолка газпром арена начали буквальном смысле сыпаться деньги люди скачали своих мест и начали собирать купюры ну что вот это вот а идиотство ебу идиотство в китае выращивают свиней размером с белых медведей ну вообще ничего так 500 кило да правда она одна там такая но чё-то уж больно большая до 500 килограммов это уже ближе к бычку да вот ура счет китайцы но они работящие не пьют чё роспотребнадзор вот интересно нет стоп 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 здесь интереснее было роскачество направила роспотребнадзору результаты проверки лапши это какой проверки какой лапши то что кремль вешает да вешает лапша быстрого приготовления но в песков быстро готовят лапшу и вешает вешает да 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 чё там а вот в лапше быстрого приготовления обнаружены токсины и пестициды да ну правильно какой разговор не подрос потребное роскачество я читаю заголовки я ничего не придумываю сам то если я что придумаю так стихи да к их елена читает а не я в интернете в открытом доступе появилась база данных пользователей домашнего интернета от билайн 9 миллионов клиентов главное тут орали до 200 клиентов ой ой 200 клиентов какой кошмар искали всю ночь да а тут просто лежит вот 9 миллионов клиентов до во всяком случае сотрудники издания у которых подключен или был подключен интернет от этого оператора нашли в базе данных свои полные фамилии имя отчество адрес мобильные домашние телефоны нормалек да вот хорошо как билайн подписывайтесь на билайн и будет вам счастье серия одиночных пикетов в рамках акции бессмертный гулаг прошла в центре москвы у словецкого камня ух ты хотели шествия шествия не дали москва не дала не не разрешили просто и все они подавали там заявку мне даже нечего думать так вот вести о вот интересно вести руда продолжение сынга юмашевой который там фбр ведь бла 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 фбр отказалась говорить о задержании индии юмашевой не пояснила причин задержаниях кому там говорит володину что ли да не его в гробу видели белых памперсах представитель фбр заявил что у службы нет никаких комментариев по данной ситуации вот так между тем мид рф заявил решительный протест властям сша д д д д ну заявляйте вело пьяный гендиректор черноморца сбил девочку на пешеходном переходе да футбольный клуб черноморец ой виталий бут еще один бут находясь нетрезвом состоянии за дорожника сбил несовершеннолетнюю девочку д д д д возбудили статьи ну а чё удар оказался не сильным девочка отделалась ушибами легким испугом ночью его даже наградят теперь всего хорошего ребята до свидания у нас 17,8 градуса с вами доктор лад чао вот так чао ручкой чао